Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 33 главы этой книги. В этой главе всего 33 стиха экзегеты так описывают содержание этой главы. Речь Иллиуя как бы не разочаровала ожидания. Он говорит очень много верных и правильных слов. Но мы с вами уже обратили внимание на то, что отцы по-разному оценивают, кто такой Иллиуй. И иногда очень решительно противостоят ему, прежде всего за его гордыню. И хотя Иллиуй говорит, в общем-то, правильные вещи, и можно сказать, что он имеет всю веру и все познание, Но замкнутость на самого себя, когда он часто говорит «я», 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 она как бы многое обесценивает. Как и сказано в первом послании Коринфянам, 13 глава, «Имеешь всю веру и все познание, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». Но в то же время многие слова Иллиуя цитируются в теологических текстах церкви. И здесь уместно вспомнить слова апостола Павла, который говорил, «неважно, как вы проповедуете, может быть, даже притворно, важно то, что истинно Христос благовествуется». Итак, его речь, она довольно содержательна, энергична и касается главной темы. А главная тема этой книги – почему страдает праведный и почему благоденствует грешник. В предыдущей главе он обратился с речью к трем друзьям Иова. Здесь он как бы разворачивается в сторону Иова и начинает беседовать с ним. Первое. Элиуй надеется, что Иову будет приятно услышать, что он собирается сказать. «И он хочет быть тем человеком, которого тот хотел увидеть, ибо он собирается ходатайствовать о нем и принимает его заявление от имени Бога». Об этом с 1 по 7 стих. То есть у многих проповедников существует не только план того, что они будут говорить, но и как бы предвидение, в кавычках, как люди отнесутся к тому, что они говорят. Это очень самоуверенно. Далее. От имени Бога Иов выступает против Иова и осуждает за слова, произнесенные в разгаре спора, в которых он, Иов, жалуется, что Бог слишком жестоко поступил с ним. Об этом с 8 по 11 стих. Третье. «Илиуй пытается убедить Иова в совершенной ошибке и безрассудстве, показав, что Бог обладает всемогущей властью над человеком». Об этом с 12 по 13 стих. «Что Бог заботится о человеке, используя разные пути подхода к нему». Об этом 14 стих. «Иов жаловался на беспокойные сны и беспокойные видения». 7 глава, 14 стих. «Иногда, говорит Илиуй, Бог обличает и наставляет человека через такие сны и видения». Об этом с 15 по 18 стих. «Иов особенно жаловался на свои болезни и боли. Илиуй, в общем-то, основательно показывает, что они не были знаком божественного гнева, как мог считать Иов, а это была педагогическая мера воздействия на Иова. Об этом с 19 по 30 стих. И в конце он, Илиуй, обращается к Иову с просьбой ответить на его слова или позволить говорить дальше. Итак, первый раздел этой главы. У нас идет с вами 33 глава. С 1 по 7 стих. «Илиуй надеется, что Иову будет приятно услышать то, что он собирается сказать». И он мыслит себя, как человека, который может реально все объяснить Иову. Конечно, в этом есть толика самоуверенности, потому что Илиуй молодой человек, не только по отношению к Иову, но и по отношению к его друзьям. И мы читаем первый стих. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим». Это говорит Илиуй. Святитель Иоанн Златоуст так объясняет эти слова. «То есть, я говорю это не от зависти и не от ревности, так что если трое друзей сказали то же самое, что и он, они сказали это, видимо, не с тем же намерением и не в защиту Бога». Также и Юда и 11 других апостолов произнесли одно и то же об алавастровом сосуде, но с разным намерением. То есть слова могут быть одни и те же. здесь очень важно понять внутренние мотивации. И Златоуст продолжает. «Поэтому давайте исследовать не слова, но намерение, с которым говорит каждый, как одни хотели сокрушить Иова, а другой хотел обратного». Здесь Златоуст настаивает на том, что Илиуй сообщает Иову некое облегчение. «И посмотри, этот последний произносит многое из того, что скажет Бог, чтобы он мог лучше защититься, когда Иов услышит от подобного себе раба то же, что позднее он услышит от владыки». Конец цитаты. Итак, Златоуст настаивает на том, что Илиуй говорит с целью помочь Иову, а не сокрушить его. И многое из того, что он говорит, потом Бог подтвердит эти слова, говоря то же самое. И мы читаем далее, второй стих и ниже. «Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей». Вот здесь мы видим как раз вот эти местоимения, мои, мой. в этом проблема этого, в общем-то, молодого человека. «Слова мои от искренности моего сердца и уста мои произнесут знание чистое». То есть Илиуй очень часто дает поспешную оценку тому, что он будет говорить. Поэтому отношение к нему, оно неоднозначно. Григорий двоеслов даже в какой-то момент видит в нем предтечу Антихриста. Но в то же время он говорит очень много правильных слов, иначе бы не было смысла исследовать эти главы. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Действительно, Дух Божий создал не только первого человека, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его, в ноздри его дыхание жизни. Этот процесс повторяется всякий раз, когда возникает человеческая жизнь. И в книге Маковеев мы видим, что Бог дает душу каждому человеку. Это и есть момент зачатия. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». То есть Бог не только создал нас, но Он и поддерживает наше существование. «И дыхание Вседержителя дало мне жизнь». «Если можешь, отвечай мне и стань предо мною». Вот здесь немного непонятно, почему Иов, больной человек, должен вставать перед этим молодым человеком и как бы давать отчет о себе. «Вот я по желанию твоему вместо Бога». Итак, мы видим «мой», «мои», «я». А здесь говорится что-то еще более решительное. «Вот я по желанию твоему вместо Бога». Но Он уравновешивает эти слова, добавляя «Я образован также из брения, поэтому страх предо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Ильюй как бы предлагает Иову провести такой учебный дискурс, подготовляя его к прямой речи Бога. Далее, с 8 по 11 стих от имени Бога Ильюй выступает против Иова и осуждает за слова, произнесенные в разгаре спора, в которых он, Иов, в этих словах жалуется, что Бог слишком жестоко поступил с ним. И мы читаем с 8 по 11. «Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов». И далее Ильюй как бы говорит, что он слышал от Иова. «Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды». «А он», то есть Господь, «нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими». Вот здесь надо сказать, что когда Ильюй как бы воспроизводит слова Иова, он не всегда делает это добросовестно. Далее, с 12 по 13 стих Ильюй пытается убедить Иова в совершенной ошибке и безрассудстве, показав, что Бог обладает всемогущей властью над человеком. «Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека, для чего тебе состязаться с Ним, то есть с Богом. Он не дает отчета ни в каких делах своих». Здесь Ильюй говорит, в общем-то, правильные слова о том, что Бог всегда прав, праведен и свят во всех делах и действиях своих. Другое дело, мы не всегда можем понять, для чего и зачем Господь совершает свои действия. В православной толковой Библии говорится, мысль о враждебности к себе Бога Иов выводит, между прочим, из того, что Бог не отвечает ему, как бы скрывается от него. Это мы видим в 13 главе, 24 стих. Но и в этом случае он также не прав. Бог вообще не отдает отчета в своих делах. Смотрите, Иова, 9 глава, 12 стих, не объясняет мотивов своих отношений к людям. заключать на основании этого, будто в своих поступках он руководится непременно чувством вражды, более чем странно. Действительно, если нам непонятны действия Бога, но Бог не обязан нам объяснять, почему Он попускает именно такую ситуацию, какую мы имеем. Но это, кстати, не означает в теперешней нашей ситуации, что Бог молчит. мы знаем из закона Божия, в каких случаях Бог попускает войны и военные конфликты, в каких случаях Бог попускает природные катаклизмы. Это происходит тогда, когда люди забывают о Боге. Это происходит тогда, когда люди нарушают законы Бога. И Бог угрожал подобным еврейскому народу. Еврейский народ несколько раз терял свою землю. И Бог говорил, в каком случае это может произойти. Бог не молчит. У нас есть Его вернейшее пророческое слово, это Библия. которое разговаривает с нами. Таким образом, мы можем ежедневно собеседовать с Богом, погружаясь в Его Божественное Откровение. Далее, 14 стих, здесь говорится о том, что Бог заботится о человеке, используя различные пути и средства. И мы читаем 14 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. То есть, Господь использует разные средства, чтобы достучаться, докричаться, если хотите, до нас. и если мы не хотим слушать Бога через Его Слово, Бог начинает разговаривать с нами через трудные обстоятельства нашей жизни, когда ввергаются в хаос военных конфликтов, бессмысленных и ужасных целые народы, когда эпидемия, когда природные катаклизмы. В православной толковой Библии говорится, каковы в своих причинах отношения Бога к Иову. Об этом можно судить по аналогичным с ними способами воздействия Бога на человека. И действительно, казалось бы, совсем недавно закончилась пандемия и теперь военный хаос. А что будет потом? С 15 по 18 стих говорится о том, что временами Иов жаловался на беспокойные сны и видения. Это мы видим из 7 главы. Иногда говорит Иллиуй, Бог обличает и наставляет человека через такие сны и видения. То есть, если люди не способны обращаться к Слову Божию, то Бог вразумляет их через разные катаклизмы, от военных до природных и даже через страшные сновидения. И мы читаем «Во сне в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он, то есть Бог, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Здесь мы видим, что если Господь это делает только тогда, когда уже человек на краю пропасти и все возможные способы воздействия на него исчерпаны, тогда личные откровения человеку во сне. Но при этом мы должны к снам относиться очень настороженно, особенно мы, имеющие Библию, вернейшее пророческое слово, мы получаем в Писании необходимые божественные инструкции для того, чтобы вести правильную благочестивую жизнь. Далее Иов особенно жаловался на свои болезни и боли, и Илеуй основательно показывает, что они не были знаками гнева Божьего, как считал Иов, или доказательствами его лицемерия, как считали его Иова друзья, а на самом деле были мудрыми и милостивыми средствами педагогического воздействия. об этом с 19 по 30 стих и мы читаем «Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих и жизнь его отвращается от хлеба, то есть пропадает аппетит, и душа его от любимой пищи, плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Бог умилосердится над ним и скажет «Освободи его от могилы». То есть Бог как бы будет обращаться к ангелу наказания и говорить «Освободи его от могилы». «Я нашел умилостивление», то есть «Я жалился над ним». «Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости он возвратится к дням юности своей». Вот эти слова, они часто используются в теологических текстах церкви как свидетельство о неизбежном возвращении ко всем нам молодости, когда мы все воскреснем в 33,5 года в полноту возраста Христова. Святитель Григорий Двоеслов Папа Римский пишет «Потому что, когда первый человек отступился от Бога, мы были изгнаны из радостей рая и были вовлечены в страдания этой земной жизни, и мы чувствуем болью нашего наказания, какую тяжкую ошибку мы совершили, поддавшись на уговоры змея. Упав в это состояние, мы не нашли ничего вне Бога, кроме скорби». Конец цитаты. То есть источник всех благ – это Бог. И удаление от Бога неизбежно причиняет нам беспокойство, страх, страдания, переживания и боли. Далее мы читаем слова Иллиуя. «Будет молиться Богу», то есть человек будет молиться Богу, и он, то есть Господь, милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его, как Бог может вернуть нам праведность, которую мы утеряли. Божье милосердие, Божье сострадание, а главное Божье прощение и оправдание возвращают нас к естественной праведности. Он будет смотреть на людей, он это такой кающийся человек, и говорить «Грешил я и превращал правду и не воздано мне». То есть человек будет говорить «Я совершал ужасные поступки, но до сих пор я жив». Он, то есть Бог, освободил душу мою от могилы и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Вот здесь очень такие непонятные слова. Все это делает Бог два-три раза с человеком. сторонники реинкарнации так и говорят. Это библейское свидетельство о том, что человек рождается, умирает, потом опять рождается, умирает, потом опять рождается, умирает, и Бог это делает два-три раза. Но для нас важно не то, что говорят язычники, рождение. А давайте обратимся к словам святителя Григория Двоеслова, Григория Великого, Папы Римского. И он пишет, все это делает Бог три раза с каждым. Это значит в обращении, в испытании и в смерти. Потому что в этих трех состояниях человек сначала страдает горькой печалью, а после того утешается великой радостью безопасности, и поскольку разум всякого избранного страдает в каждом из трех состояний, то есть возможность через эту боль пережить обращение. Судом испытания или страхом разрушения очищается и освобождается от такого страдания, то соответственно и добавлено, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. То есть ни о какой реинкарнации здесь речи нет. Далее в конце Ильюй обращается к Иову с просьбой ответить на его слова или позволить говорить дальше. С 31 по 33 стих мы находим такие слова «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости». Конечно, в этих словах мы видим горделивость этого молодого человека, который говорит очень много правильных вещей. Ведь на самом деле та школа страдания, в которой пребывает Иов, она может научить Иова такой мудрости, какой не научат никакие человеческие слова. Школа страдания, школа боли, это такое совершенствование духа, о чем сказано в Евангелии, претерпевший до конца спасется. Итак, сегодня мы сделали обзор 33 главы книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 34 главы этой книги. подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя. Игорь Игорь Игорь